О государственной антинаркотической политике в Российской Федерации и результатах оперативно-служебной деятельности Республиканского управления говорили сегодня на заседании коллегии наркоконтроля. В нем принял участие руководитель администрации главы Чувашия Юрий Васильев. Сначала немного статистики. Общий уровень наркотизации населения в республике в полтора раза ниже, чем в Приворском федеральном округе. В специализированных учреждениях Минздрав соцразвития Чувашии на диспансерном и профилактическом учете состоят более 3000 человек. В последнее время особый упор делается на создании полноценной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Вот конкретный пример. По вынесенным приговорам суда четырем нарушителям закона в Чувашии реальный срок заменили лечением. В условиях постоянного увеличения числа наркопотребителей, возложение на них обязанности пройти курс лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации является необходимой и эффективной мерой, поскольку наркопотребитель в период прохождения лечения и реабилитации находится под контролем компетентных органов, что в свою очередь предупреждает совершение ими новых противоправных действий. Еще несколько цифр. За последние три года наркоманов в республике стало меньше на 91 человека. Число состоящих на учете несовершеннолетних сократилось с 51 до 27. В целом же ситуацию с оборотом наркотиков Евгений Барсуков обрисовал журналистам еще накануне. Он встретился с представителями СМИ, пишущими на эту актуальную тему. Лидируют списки наркопреступлений столицы республики. Порядка 77 преступлений из общего числа. Далее Канаж и Канажский район 7%. В прошлом году в целом все правоохранительные органы Чувашии изъяли из незаконного оборота почти 30 килограммов наркотических средств, психотропных и сильно действующих веществ. Наркоситуация у нас по-прежнему достаточно стабильна. По-прежнему основное внимание мы уделяли в своей работе пресечению оборота новых синтетических, то есть, или другими словами, обыденным языком нетрадиционных наркотиков, представляющих особую опасность. По словам Евгения Барсукова, сейчас на территории республики не появляются новые виды наркотиков. Федеральный закон упростил порядок оборота таких средств. И теперь от обнаружения новых синтетических наркотиков до попадания их в список запрещенных проходит не так много времени, и у наркодельцов пропал смысл в их синтезе. Сотрудники управления вынуждены менять методы работы, так как сбыт наркотиков проходит теперь чаще всего в интернете. Оперативники чаще сидят за компьютерами, где есть технические возможности отследить заказы и задержать затем преступников. Борьба с наркодельцами ведется всем миром. Это особо подчеркнул глава ведомства. Не стоят в стороне и органы власти. Достаточно вспомнить, как при их поддержке была ограничена продажа кодеиносодержащих препаратов. На пресс-конференции Евгений Барсуков вручил благодарственные письма журналистам за информационную поддержку и плодотворное сотрудничество. В их числе и коллектив нашей телерадиокомпании. Родион Архипов, Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Расиль Мухаммедов. Республика.